Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы добрались сегодня к нам. У нас сегодня такой своеобразный постскриптум выставки «Грядущий мир экологии как новая политика». Мы очень рады, что не получилось это во время работы выставки, но тем не менее до нас доехал долгожданный Тимоти Мортон, человек, который был одним из очень важных мыслителей для нас, Снежанной, когда мы готовили эту выставку. И мы рады, что к выставке вышла его первая на русском языке книга «Быть экологичным». И у вас есть возможность сегодня задать ему какие-то вопросы, которые, может быть, у вас накопились, поэтому мы вас призываем в ходе лекции тоже подумать о том, что спросить. А, Снеж, добавишь? Да, я буквально два слова. Я хотела попросить, если вы еще не взяли, ну, будет на английские лекции. Он обещал читать очень медленно. И также он попросил готовить вопросы. Наверное, он сейчас сам скажет об этом. Просто он очень любит как раз этот момент. И хотел поблагодарить компанию «Сибург» за поддержкой лекции. И все, приступим. Тимоти, Ценона. Всем привет. Меня зовут Тим. Я пролил воду. Спасибо, что смеетесь надо мной. Итак, моя лекция будет сегодня довольно долгой, поэтому, пожалуйста, подготовьте вопросы, пока меня слушаете. На самом деле, это моя лаборатория. Если бы я не читал публичные лекции, мне бы не приходили новые идеи в голову, потому что я немного глупый, и мне важно общаться с людьми. И также, знаете, как говорил Сократ, «Я клоун, и я себя отношу к этой традиции». В 70-е в США был детективный сериал про Колумба, наверное, вы слышали. И вот Колумба тоже славился тем, что постоянно задавал вопросы бесконечные. И в конце концов, подозреваемый так раздражался, что говорил, «Господи, да я убил, я». Ну, Сократ примерно так же. Так же работал, задавал очень-очень много вопросов, выводя человека из себя. «Я хочу наследовать этой традиции». И знаете, как он говорил, «Я клоун, посмотрите на меня». Стиви Смит говорил, «Не махать, а тонуть». И в своем стихотворении этот автор писал, «Вы знаете, я не машу, я тону, спасите меня». Я себя так чувствую постоянно. Клоунам нужны люди, нужны зрители. И для меня большая честь быть с вами сегодня. Спасибо большое за то, что вы меня пригласили. Правда, большое спасибо. Итак, начинается наша лекция, так сказать. Лекция называется «Возвращая назад экологию в экономику». И автор Тимоти Мортон, как я вижу. То есть я, видимо, должен читать эти записи, поскольку я этот человек. Ну, хорошо. Крайне правые формы национализма переживают подъем, и это связано с экологией, а не только с экономикой. Очевидно, существует риск фашистской реакции на сегодняшнюю экологическую ситуацию, поскольку наряду с экономической ненадежностью и зачастую в силы тех же причин, люди во всем мире испытывают на себе хрупкость экосистемы. Вместе с тем, многочисленные современные изводы фашизма имеют одно преимущество. Они позволяют нам очень ясно перепроектировать логику, этику и политику, исходя из того факта, что экология и экономика связаны между собой. В этой лекции я расскажу, как это может выглядеть. И я обычно не отвечаю на вопрос, как ученые и политики должны отвечать на вопрос «как?», но я знаю, каково это. То есть я опираюсь на свои ощущения, это моя лаборатория, мои ощущения, как может выглядеть будущее. Чувства — это мысли, которые еще не проросли в голове. Знаете, какие-то слишком сложные мысли, которые вы еще не решаете помыслить. Есть какие-то… Например, вот этот термин «гиперобъект», который я изобрел, точно так же что-то, что прорастает постепенно. Мне нравится говорить, что слова из прошлого, а чувства из будущего, поэтому я всегда доверяю своей интуиции, на правильном ли я пути. Я начну с цитаты из Мэри Уолстенкрофт. Это мать Мэри Шелли, вы, наверное, знаете. Мэри Шелли — автор Франкенштейна. Жена Уильяма Голдвина, про него вы тоже, наверное, слышали. Я просто изучал научно… Именно мои академические интересы — это английская литература. У меня на самом деле есть очень сильный синдром самозванца философии, потому что образование у меня с философией напрямую не связано. И мое оправдание такое. Возможно, если ты только притворяешься, то это и есть самое настоящее. И спасибо за то, что вы улыбаетесь моим полушуткам. Знаете, как вот сейчас говорят, «У нас закончилась выставка, и Тимоти Мортон вам все объяснит». Я думаю, «Господи, спасибо, что посмеялись на эту шутку». Итак, я начну с цитаты из Мэри Уолстенкрофт, из ее книги, названной «Очень смело о подлинной истории из реальной жизни». И просто оставлю эту цитату висеть в воздухе. «Смотрите, какое прекрасное утро. Насекомые, птицы и животные наслаждаются своим бытием». Эта строчка, по идее, предназначалась для детей. Экономика не сводится к долларам и процентным ставкам. Доллары и процентные ставки не сводятся к долларам и процентным ставкам. Все эти феномены — это воплощенная капиталистическая теология, также известная как экономика 101 в некоммунистских университетах. Экономика — это то, как вы организуете свое удовольствие, как вы организуете поток товаров через ваш дом, ваш мир. Все то дерьмо, которое происходит. И экология — это то, как дом или мир, который вращается вокруг вас, работает. Логика его. Экономика и экология взаимосвязаны, этимологически, логически, социально, по-всякому. И вопрос в следующем. Эти феномены принадлежат только человеческим существам? Есть ли у вас дома тараканы или крысы? Я живу в Хьюстоне, в Техасе. У меня это все есть. Даже ящерицы, даже бородатые маленькие драконы. Ящерицы, похожие на бородатых маленьких дракончиков. И кот Оливер, который живет у меня дома, тоже очень умный. Иногда это даже пугает. Когда он доволен, он вот так расправляет руки. Реально похоже на руки, его лапы. Ведь летит немного страшно. Вы ухаживаетесь за котом, и у вас дома живет кот, так как я из дома ухожу намного чаще, чем мой кот, то это дом, по сути, дом кота, а не мой. И это напоминает мне о том, как, когда я стал отцом, я понял, что этот дом уже не мой. Знаете, есть такая цитата. «Это не мой прекрасный дом». И очень быстро я почувствовал, что на самом деле этот дом принадлежит моей дочке Клэр, и она дала это понять очень быстро. Психологически это абсолютная правда. Дом ваших родителей, в котором вы выросли, намного больше ваш дом, чем их, потому что это первый мир, в котором вы обитали, а они просто его арендовали или купили. И это один из объектов недвижимости, в которых они поселились. И в связи с этим возникает другой вопрос, вопрос удовольствия. Если нам не нравится теология долларов и структурная безработица, того, что нам приходится работать, чтобы жить, и все вот это, если мы относим себя к социалистам, марксистам или анархо-коммунистам, кажется ли нам хорошей идеей включать тараканов и котов в революционные проекты, с помощью которых мы можем трансформировать наши дома, наши миры, делать их более комфортными для других существ, например. Можем ли мы помочь коту разобраться, где водятся крысы? Мне кажется, что мне нужна третья рука с какими-то карточками для того, чтобы вставлять какие-то шутки. Или когда я пытаюсь написать лекцию, при этом чувствуя себя подавленным по поводу экологической политики или массового умирания. Это мой случай с утилитарной точки зрения, которая, мне кажется, очень проблемной. Но давайте используем этот термин, потому что в нашем мире существует поумолчание. Просто существование — это форма удовольствия. И если появляются более революционные существа, например, ежи в шапках, беретах типа Че Гевары, то это означает больше удовольствия, и это означает, что нужно включить в революционную борьбу всех остальных существ. Спасибо вам большое за ваше внимание. Меня зовут Тир Мортон. Спасибо. Самая короткая лекция на Земле. В мире должно существовать удовольствие для большего числа существ. Если посмотрите вокруг себя, вы заметите, что именно так остаются дела. Если мы возьмем Эксона, Монсанто или Джеффа Безоса, чувака из Амазона, они не могут забрать себе все удовольствие в мире. Это означает, что я один из тех людей, которые думают, что что-то не так с доминантной экономической системой в нашем доме, мире, то, что известно как капитализм. Очевидно, что капитализм не предлагает достаточно удовольствия. И действительно, проблема не в том, что удовольствия слишком много. Удовольствия совсем недостаточно. Существуют насекомые, и это на самом деле хорошо для нас. А сейчас они вымирают быстрее, чем рептилии, птицы и млекопитающие. И раз уж мы начали об этом говорить, в случае, если вы не знали, мы сейчас проживаем шестое массовое исчезновение видов на этой планете. Я на самом деле пытаюсь притвориться смелым сейчас перед вами, потому что если бы я честно подумал об этом, то я бы просто свернулся в клубочек и заплакал. Я произношу эти слова, но я не знаю, что они значат прямо сейчас. На нашей планете произошло уже пять массовых вымираний. Один из них был вызван астероидами, это когда вымерли все динозавры. Четвертое массовое вымирание унесло с собой 96% видов жизни на этой Земле, и оно тоже было связано с глобальным потеплением. Массовое потепление, эфемизм, простите, массовое исчезновение видов, эфемизм для этого глобальное потепление, эфемизм для глобального потепления, изменение климата. У Рейгана было доверенное лицо, которое постоянно произносило, «А зачем говорить о изменении климата?» Я не знаю, видели ли вы факты. На самом деле ученые интерпретируют данные очень по-разному, толкуя их так, как им с руки. На самом деле, если говорить про обработку данных, ученые действуют очень консервативно в негативном смысле, и ученые сейчас сами пытаются делать хорошую мину при плохой игре. К сожалению, наука сама по себе сейчас не работает, как должна. То есть, узнание социально конструируется, да, класс, мы все умрем. Но о чем это? Каждый раз, когда вы слышите фразу «изменение климата», я хочу, чтобы в голове заменили ее на массовое вымирание, потому что именно это самое точное описание происходящее. Пятое массовое вымирание, которое убило динозавров, было вызвано астероидом. В этот раз астероид — это мы. Четвертое массовое исчезновение видов было вызвано глобальным потеплением. Выбросом метана, и оно стерло слеза Земли практически все виды, кроме 4% форм жизни. Астероид убил все виды жизни, кроме 25%. Четвертое массовое вымирание видов в конце пермского периода заняло практически 40 тысяч лет. Шестое вымирание займет всего несколько сотен. Итак, спасибо большое. Меня зовут Тимоти Мортон. Большое спасибо, что не стали хлопать в этот раз. Как вы представляете себе, как экофилософ, что бы это ни значило, когда я слышу слово «философ», кстати говоря про эфемизмы, я заменяю это слово на фразу «абсурдный клоун». Как экофилософ, мне очень интересно выработать новые модели мышления, которые помогут нам перестать быть силой убийства, силой массового вымирания планетарного масштаба. Потому что марксизм или социализм или другие измы без людей не работают для людей. И марксизм, который не учитывает другие формы жизни, ну вы поняли, «Я готов просто свернуться в позу эмбриона или просто вылить на вас порцию цинизма». Но таким образом я буду только подпитывать проблему. Итак, марксизм, можем ли мы его считать достаточно экологичным для того, чтобы просто взять эту теорию и идти дальше? Давайте будем честны, нет, вообще нет. Марксизм в основе своей антропоцентричен. Марксисты могут сейчас не согласиться со мной, точно так же, как христиане говорят про то, что все уже есть в христианстве, или Иисус говорил уже про то или про это. Это религия. Простите, пожалуйста. Марксизм антропоцентричен по своей природе. Вспомните хотя бы то представление, что люди создают среду вокруг себя. Процитирую главу 15 первого тома «Капитала» про то, что самый плохой архитектор родной лучшей пчелы с самого начала отличается тем, что он строит ячейку из воска в своей голове. Таким образом проводится разница между «act and behave» — осознанное действие поведения. Люди, которые так говорят, видели ли они муравьёв, видели ли они дерево, хоть когда-либо. Словой Жижек по радио очень часто говорит, что человеческие существа строят окружающую среду. Ты когда-нибудь видел гнездо птичья? Марксизм работает только в том случае, если он подразумевает нечеловеческих существ. Мне это кажется очень важным. Я думаю, что на существующую теорию марксизма нельзя наклеить зелёную наклейку и дать добро. Почему? Потому что идея... Идея видов существ или что мы такое, кто мы такие, зависит от того, как вы смотрите на слова «что» и «кто» и «как вы их осмысляете», что похоже на развлечение терминов поведения и осознанное действие. Сама идея биологических видов нуждается в пересмотре. И когда я говорю «мы», кстати говоря, я имею в виду не только нас, собравшихся в этом зале, но вообще весь тот феномен, который я называю человечеством. Последний раз, когда я проверял, примерно в 1750 году подразумевались белые мужчины, поэтому, наверное, этот термин тоже нужно пересмотреть. Итак, этот феномен необходимо пересмотреть, но это настоящий феномен. Это геофизическая сила планетарного масштаба, и нельзя иметь под человечеством в виду только белого человека. И раз у нас есть пальцы, которые могут нажать на кнопку и отключить подачу нефти, например, или закрыть компанию Монсанто, нам нужно понять, кто мы вообще такие. Маркс был большим поклонником Дарвина. Почему? Потому что Дарвин разрушил телеологию. Эволюция случайна в каждой своей точке, и в этом и заключалась инновация Дарвина. Все знали слово «эволюция» еще до Дарвина, но Дарвин показал случайность этого процесса. Если говорить про прошлое и современное поколение биологов, они часто говорят о функциональности адаптации, но сама по себе адаптация, само слово «адаптация» не так-то много значит. Если вы, например, видите утку в таком шоу National Geographic, вам рассказывает, посмотрите, какая это утка, какие у нее ласты, как она адаптирована к среде вокруг себя. Или можно вспомнить других птиц, например, с другой конструкцией лап. На самом деле эволюция плевать на ласты. Она не всегда предлагает существам эти ласты для плавания. Джефф Бриджа сделал шоу «Living in the future past». И это было очень странно. Вроде бы взрослый человек говорит какие-то подростковые прописные истины. И тогда начинаешь понимать, что все ученые на самом деле говорят что-то не то. То есть ученые говорят, давайте все пофиксим, давайте все починим. «Сьюзан, ты меня еще слушаешь?» И в какой-то момент Джефф говорит, что сексуальное поведение призвано привлечь внимание противоположного пола. Ну, вспомним хотя бы пчел. Это случайное распределение, как выглядят разные генды, самки и самцы разных видов. На самом деле это еще более бесцельно, чем то, о чем говорил Иммануил Канн, когда описывал о красоту, точно так же и живут и развиваются животные. Нельзя говорить, что оперение нужно только для того, чтобы привлекать противоположный пол. Вы видели когда-нибудь геев? Да, да, это тоже отражение тех же процессов. Нет. Так, где я был? Телеология — это то, чем вещи являются. И Аристотель, например, который подпитывал Александра Великого идеями, заявляя что-то вроде того, как греки могут порабощать варвелов, а не греки, рождены, чтобы быть рабами. Вы, наверное, понимаете, почему Маркс недолюбливал телеологию. Но при этом мне непонятно, почему Маркс так много обращается к Гегелю, и я буду говорить, что это баг в марксизме, гегельянство марксизма. Если говорить про телеологический аспект, тот факт, что диалектическая пружина, слинки, знаете, такая радуга, это называли в 90-е, спираль, которая может шагать наверх по ступенькам. Вот Гегель почему-то решил, что эта пружинка может каким-то образом шагать наверх, хотя она сделана так, что шагать может только вниз. Кто-нибудь видел когда-нибудь, чтобы эта радуга шла наверх? Нет, такого не бывает. Ну, давайте пока примем, что Маркс высказывался в пользу разрушения телеологии, которая в 19 веке была философским эквивалентом империализма. Западный белый мужчина обладает историей, другие нет, поэтому, разумеется, нужно навязать нашу историю им. А люди намного лучше, чем не люди, потому что они прогрессируют, потому что это результат эволюции. Это странно, я не понимаю. Маркс напрямую говорил, что он любит Дарвина, потому что Дарвин разгромил телеологию, но затем он обращается к Гегелю. Как так получается, что идея коммунизма Маркса телеологична по своей природе? Так, спасибо еще раз за то, что пришли. Подойдите ко мне, если что, в кофейне, я там буду. Здорово, что вы немного смеетесь. Спасибо большое. Не люблю, когда смеются над моими шутками. Итак, как же убрать из уравнения телеологию? Можно пойти по утилитарному, материалистическому пути, который, мне кажется, наследием англо-американской аналитической философии. Знаете, да, что такое аналитическая философия? Если вы со мной не согласны, то вы говорите ерунду. Вот эти вот ребята. Очень-очень умные люди так говорят, к которым я себя не отношу. Если вы утверждаете, что люди не действуют осознанно, люди тоже просто показывают определенные паттерны поведения. Мы все машины. У моего брата, после того, как мой брат начал страдать шизофрении, я перестал мать читать эти тексты вообще. Это очень странно для меня звучит. Все вокруг нас машины, и это звучит очень странно. Ведь великого манипулятора с нами уже нет. Мы же отказались от телеологии. Но по-прежнему мы сохраняем какой-то запашок манипуляций и телеологии. Если вы понимаете, о чем я, мы по-прежнему все так упаковываем, что мы в посткантовском ключе противопоставляем субъекта всему остальному, что является следствием идеи о существовании какого-то оператора или манипулятора, или ума, которое противопоставлено всему остальному, что по своей сути является картизианским дуализмом, что в свою очередь наследует неоплатоническим христианским идеям противопоставления души и тела. Это означает, что противопоставление людей, не людям, как раз является наследием в конечном итоге неоплатонических идей. И возникает вопрос, как мы можем размягчить противопоставление активного, пассивного, и показать, что это, по сути, одно и то же. Это касается дихотомии act-behaves, осознанное действие поведения. Мне кажется, что это баг, который нам достался, ошибка, которая нам досталась от неоплатонизма. Звучит ужасно. Марк сам не мог смириться с метафизическим материализмом. Все вокруг нас машина, и не напрасно. Нужен способ доказать, что все вокруг нас не является машиной, что означает, что все вокруг нас — субъект. Мы договорились с переводчиком, что слово person с английского языка будем переводить как субъект. Мы решили, что это лучший аналог на русском языке. Но я не до конца убежден, что это прямая аналогия, потому что person — это слово, которое подразумевает, в первую очередь, белого европейского мужчину. Итак, без какого-либо разделения на людей и машину, субъекта — объект, осознанное действие и поведение, такого добиться очень сложно, потому что здесь я буду очень ясно говорить. То, как мы говорим, — личность, субъект. Мы имеем в виду, что это не манипулируемая машина, а наоборот, субъект, который может манипулировать не людьми. Это означает, что такая теория может работать только на локальном уровне, но не на уровне биосферы как таковой. Права основаны на понятии собственности, которая, в свою очередь, основана на идее, что своей собственностью можно распоряжаться по своему усмотрению. Если ничто не может быть собственностью, то и права не могут существовать. Я полагаю, что саму концепцию субъекта нужно удешевить. Юристы США, которые пытаются... Сейчас я говорю о штате Нью-Йорк, пытаются доказать, что шимпанзе тоже обладает субъектностью, личностью, так, чтобы шимпанзе, например, освобождались из зоопарков. И судья в ответ на все эти аргументы говорит, «Да, это классно, но сама идея личности, сабы, много более дорогая и более сложная. Пожалуйста, мне дайте больше доказательств». Можно приводить много научных доводов и говорить, что шимпанзе свойственна рефлексия, самосознание, все то, что подразумевает это слово. И вы, наверное, знаете, что в мире животных это распространено. Например, у пчел есть внутренняя карта. Или вы можете пойти по пути клоуна-философа и сказать, «А судья вообще личность? Это судья вообще субъект? У него есть осознание? А как вы это понимаете? Может быть, у вас просто есть стройный аргумент, который заставляет вас говорить, что судья — это личность?» Сама феноменология слова «личность» или «субъект» по сути параноидальна и предлагает нам думать в неантропоцентрическом ключе, потому что если ваше параноя, что, возможно, вы не являетесь субъектом, является самой сутью вашей субъектности, означает, что параноя — это нулевая степень эмпатии. Чем больше я параноидально подозреваю вас в том, что вы андроид, тем больше вы мне интересны. Не нужно избавляться от паранои. По сути, это мы узнаем из эссе Тьюринга, посвященного искусственному интеллекту. Субъект, по сути, означает «не субъект». И в формативном ключе можно вспомнить здесь Лакана. Если говорить про компьютерную программу, вы, наверное, слышали про эксперименты Тьюринга, когда ответы машины иногда нельзя отличить от ответа человека. И это удешевляет само понятие личности, субъекта. Как вы, наверное, помните, Лакан говорит... И это моя любимая цитата. Я очень люблю цитаты, очень люблю поп-музыку, и очень люблю какие-то, знаете, панчлайны, какие-то броские фразы от философов. Я очень люблю макро-гегеля. Итак, Лакан. Отличная цитата. «Равное притворство состоит в том, что вы не знаете, притворство это или нет». Быть субъектом — это такое поведение, которое можно, если хотите это так сформулировать, спутать с осознанным действием. Еще одно дурное влияние Аристотеля состояло в разговоре не только о телосе, цели, но и о форме морфа. Люди развиваются из нелюдей по определению. Это означает, что люди содержат в себе все нечеловеческие компоненты. Например, легкие — это производное плавательного пузыря у рыб. Просто так получилось, что какая-то рыба когда-то смогла выпрыгнуть из воды и несколько секунд дышать воздухом, и не умерла, а потом размножилась, что часто бывает, если ты не умер. И это то, что вкратце означает «выживание сильнейших», а не то, что подразумевает капиталистический, социальный, дарвинистский контекст, который приведен к происхождению видов. Нет, это просто рыба, хватающая воздух, которая не погибла, и после которой последовали амфибии. У нас есть бактериальный микробиом. У меня есть ящерица, которого зовут Никодим, из Западной Австралии. Это животное, это рептилия досталось мне по наследству после того, как один моих знакомых возвращался в Исландию и понял, что не может рептилию взять с собой. Знаете, когда иногда смотришь по телевизору в какой-то шоу, где там говорят «рептилии правят миром», средневековые приматы, вот все это противопоставление. Ерунда это все. Ящерицы — это тоже ерунда. Я на самом деле сейчас пишу именно главу с таким названием, первая глава моей новой книги. Ящерицы — это ерунда. Ящерицы похожи на пластиковый пакет, а внутренние органы, как микропластиковые пакеты. Они, знаете, любят садиться на голову, потому что им просто они погибают, если они получают достаточно солнечного света. Они пытаются быть все время повыше, у них даже зубов нет. У них просто такие, знаете, жесткие выросты на челюстях. Знаете, они похожи на такой пакетик для чая, знаете, такая железная, на ножницы похожая штука, которую можно закрывать, открывать. Ну вот, это и есть ящерицы. Они не то, что говорят по телевизору, удивительные превращения ящериц. Да нет, ящерица просто пытается не быть съеденной, потом размножается, приносит потомство. Вот и все, выживание сильнейших. Не нужно качать пресс. У меня нет кубиков на животе, ну максимум один кубик из шести необходимых. Выживание — это просто про то, что ты не сдох до того момента, когда произвел потомство. Это очень простая идея. Проблема социального дарвинизма в том, что он появился перед дарвинизмом. Когда публиковали происхождение видов, все сошли с ума из-за отсутствия телеологии в этой книге и боялись ее даже опубликовать. Итак, по сути, вся эволюция — это рыбы, которые не задохнулись на воздухе, которые не утонули, но просто были в каком-то небольшом водоеме, а потом вышли на сушу. Да ничего они не сделали особенного. Моя ящерица, вот что классно, может гипнотизировать моего кота простым ничего не деланием. Ящерица просто сидит на своем камешке. У всех ящериц есть немного таких же суперсил, как у хамелеона. И кот такой сидит, «А, фокус, фокус, внимание, концентрация, концентрация, там кто-то есть живой?» И кот засыпает. Да ничего там не происходит. Он просто сидит на своем камне и все, не двигается. Итак, давайте поразмышляем о рыбах. Знаете, о рыбах, которые научились дышать, и у которых есть плавательный пузырь. Это рыба, но и не рыба. Это не рыба по форме или по телусу, по крайней мере, не до конца. Она может дышать на воздухе 5 секунд. Это рыба-мутант. Рыба-икс. Вы знаете, как люди-икс. Рыба-икс, если вам нравится такой термин. Все рыбы, мутирующие рыбы, икс, потому что ДНК мутируется. Просто так происходит. ДНК мутирует постоянно. И в целом это справедливо для всех форм жизни. Можно даже сказать, что мы проживаем существование икс. Мэри Уолстенкрафт могла бы написать, «Посмотрите, какое замечательное утро икс», потому что время тоже так устроено. И тут лучше не задавайте мне вопросов. Люди, точно так же, как птицы и насекомые, и животные, также проявляют свою иксность как условия возможности существования. И быть формой жизни означает быть спектральным. Концепция природы как раз-таки в каком-то смысле призвана удалить эту необходимую спектральность. Потому что посмотрите на стены между городами и что происходит за их пределами. И здесь я делаю отсылку как Месопотамии, так и к текущему президенту США. К счастью, котам не нужно думать про эти стены. Они могут просто их подкапывать или есть крыс на этой стороне стены. Если говорить про экономику, это тоже экономика икс, а экология всегда должна быть экологией икс. Экомышление — это желание, за которым мы гонимся. Призвучная спектральность экологии, экология не может быть локализована в теле, как газ в бутылке или как душа, не может быть локализована в каком-то месте за пределами тела или в каком-то пространстве между. Видите, это определение объекта. Вы, наверное, слышали про объектно-ориентированную антологию, ООО, как я это называю. Я как-то увидел пост блога примерно 9 лет назад. Тим Мортон придумал концепцию «Стрэндж-Стрэнджа». И там было также написано «Объектно-ориентированная антология». Я подумал, «О, Боже, это, видимо, я один из тех людей, которые это придумал». Надо было назвать на самом деле эту антологию, ориентированной на деобъективирование, но, к сожалению, не хватило места для такого длинного выражения. Объект не противопоставлен субъекту в нашем подходе. Объект не означает, что все вокруг нас машина или все вокруг нас субъект, который определяет со своей возможностью проецировать свои желания на все окружающее человека. Для меня это звучит как садизм. Если говорить про европейскую философию, это гигантская стена, проекция, декорированная случайностью каким-то теорией, похожая на теорию Аристотеля. Знаете, как говорят, картошка становится картошкой, только если его посадили, ее в землю, и дождались, пока она выросла. В любом случае, Кант, как мыслитель, предполагал, что мы никогда не можем понять сам миномен, сам объект изучения, можем приобрести только данные. Мы можем что-то измерять, можем вкушать это, нюхать, как в песне Пинка Флойда «Breathe», дышать. Все, к чему вы прикасаетесь, и все, что вы видите, это все, чем в вашей жизни будет. Мы наблюдаем радикальный разрыв между реальным и реальностью, используя лаканскую терминологию. К счастью, для антропоцентричного Канта вышло так, что мы получаем доступ к данным через измерения, через разные органы чувств, недостаточно для познания самого объекта. Кант, кстати, не дошел до конца. На самом деле, он использовал разные примеры, которые, как и все остальные примеры, просто разбегались от него, когда он описывает, например, капли дождя, дождя, которые продолжают капать на голову. И то, что вы воспринимаете, это лишь данные. Не сами капли дождя, а лишь данные. И, например, если говорить про запах, опять же, это не плохо, не хорошо, это просто данные, которые вы получаете. Очень, мне кажется, парадоксальными эти размышления. Итак, мой код, который точно, у которого обоняние очень развито, точно так же может получать доступ к каплям дождя. Нет какого-то высшего уровня доступности. Это означает, что расрыв между реальным и реальностью не может содержаться где-то в одном месте во Вселенной. Где-то между вычислительными машинами и людьми черные дыры, холодильники и авокадо в холодильнике также проявляют радикальный разрыв между собой и всем остальным, включая самих себя. Если бы авокадо появлялся на толк-шоу и рассказывал о себе, что бы делала аудитория? Знаете, авокадо бы сказал, «Вы знаете, я приобрел самосознание на лекции Тима Тим Мортона, поскольку он рассказывал про объекты, и до сих пор, когда я слышу слово «объект», это меня триггерит». Если я вкушаю авокадо, то я воспринимаю вкус авокадо, но не сам объект. Когда я измеряю авокадо, я получаю измерение авокадо. Видите, у Канта даже не хватило смелости сказать это напрямую, поэтому он, по сути, остался замужем за картузианским дуализмом, несмотря на то, что он трансцензировал всю ужасную антологию, которая претендовала на звание философии, в его прекрасном Камперниковском повороте, потому что он говорил о том, что делает вещи реальными, то, что реализует, работает, и приводил примеры, например, оркестра, аудиторию, культур. Мне кажется, что здесь можно также сравнить происходящее с Бетховеном. Но когда начинаешь это говорить, ты звучишь, как мастер йода, потому что, например, если говорить про Канта, его аргументы кажутся правдивыми, и их очень сложно опровергнуть. И это, знаете, как животный магнетизм, от которого невозможно спастись. Это как, например, картина, которую мы воспринимаем как нечто живое. А может, картина нас воспринимает как нечто живое. Это магнетическое поле, магнетическое протяжение. Если думать об этом, то очень быстро ты начинаешь думать о таких штуках, как, например, «Звездные войны». Почему это вообще популярно? Почему мы миллионы долларов тратим на фильмы про телекинезис? Задал он провокационный вопрос. Гейгель сделал эту непроизвольную ошибку еще хуже, заявив, что разрыв между реальным и реальностью — это просто идея, которая происходит за пределами субъекта. Поэтому, пуф, проблема исчезла, потому что все, что существует, это определено субъектом. И поэтому, если я что-то открыл, например, концепцию этой страны, я здесь главный. Нет, на самом деле реальность населена реальностью. Я вспоминаю, например, недавнюю пресс-конференцию «Белого дома», и самое ужасное было, что один из спикеров заявил, «Ну, по сути, мы создаем реальность. А ваша работа — изучать эту реальность. И это здорово. К тому моменту, когда вы изучите эту реальность, мы придумаем новую реальность, будете изучать дальше». Звучит жутко. Я верю в то, что реальность населена своей реальностью, реалистичностью. Как, знаете, над всей этой лекцией висит конец этой лекции. Все конечное. Просто поверьте мне, как бы ужасно это не звучало. Можно сказать, что, как лекцию преследует ее окончание, как реальность преследует реалистичность точно так же, будущее преследует прошлое. И это очень длинный аргумент. Время также происходит только в разрыве между становлением вещи, ее существованием, между доступом или каузальностью и тем, что эта вещь сама из себя представляет. Бытие — это не выбор. Это то, как появляются различные формы жизни, взаимозависимые от других форм жизни, включая прошлые формы жизни, продолжая свое существование. О чем мы говорим здесь? Это феноменология симбиоза и шум, который она производит. То, что материализуется как природа, я называю симбиотическим реальным. Мне на самом деле не до конца нравится этот термин. Кстати говоря, в США мне даже пишут угрозы. Людям кажется, что я серьезно говорил, что дельфины не существуют. На самом деле я наоборот говорил, что дельфины существуют, поэтому прекратите мне угрожать. Интересная вещь по поводу самого терминобиологического вида состоит в том, что, по крайней мере, одной ногой этот термин стоит в симбиотической реальности. Симбиоз фундаментально схож с мышлением. Смыслью, я только что проглотил яд. Даже Ричард Докинс, которому свойственно очень утилитарное мышление, вы знаете, в итоге он согласился с тем, что симбиоз — это хорошо. Есть также новый термин «эндо» — симбиоз, про то, что некоторые существа вечно, навечно прикрепляются к вам, и вы частично становитесь ими, а они частично становятся вами. Знаете как? «Ой, я только что проглотил яд, и теперь я умру?» «Ну, что теперь?» «Три миллиона лет спустя». «А, нет, это просто...» «Просто это была бактерия, и теперь я животное». И сейчас, в 2020 году, задним числом, мы можем понять, что никакого яда мы не проглотили, это были бактерии. И, правда, это неуверенность о том, что внутри нас находится важная часть нашего существования. Что в нас проникает? Субъектность другого существа преследует механические функции этих феноменов. Паразит может быть необходимым элементом для существования. Как, например, мой дядя был геохимиком-исследователем, он исследовал плаценту постоянно. Ему постоянно звонили из больницы Сан-Томас в 4 утра. «О, у нас есть плацента!» Он быстренько собирался, ехал в больницу, исследовал плаценту. Плацента очень гладкая. Она выглядит как увеличенное изображение вируса с протеинным покрытием. Потому что так и есть. Точно так же, как дерево в... Точно так же можно сказать и про дерево, которое растет в моем саду в Калифорнии. Если вы срежете дерево, то, что останется на поверхности среза, это кольца, которые посепенно покрываются грибами. Плацента — это выражение ретровируса, несколько модифицированный симбионт-версия вируса в нашей ДНК, которая называется ERV3, эндогенный ретровирус-3. Это знаете, как когда у микрофона усилитель сломан, да, там что-то произошло с маленьким проводком, но микрофон приобретает новую функцию. Вот так и мы. Гладкость означает, что плацента не пропускает токсины или патогены, как внутрь, так и наружу, некоторые из которых создаются материнским телом для того, чтобы выгнать паразитический плод, который находится внутри материнского тела. Видите, это очень неловкая ситуация. У женщин часто бывает токсикоз на первых порах, и это как раз пример того, как тело, собственно, по своему праву, пытается избавиться от паразита внутри. Вы слушаете эту лекцию сейчас, потому что вирус в ДНК вашей матери не позволил ей сделать спонтанный аборт, выкинуть вас. И опять же, паранойя. Вы мой друг или мой враг? Может быть, вы мой худший враг под прикрытием? Знаете, иногда бывает, просыпаешься с утра, смотришь на своего партнера, который рядом с тобой в постели, и думаешь, блин, как я здесь оказался? Кто ты такой вообще? Этот человек будет для меня токсичным, или нормально дела пойдут? И это похоже на более человечную версию вопроса, я что только что проглатил яд? Что подразумевает этот вопрос, что мы можем проглатывать части внешнего мира, как Пэкмен, и то, что мы проглатываем, может быть ядом. Поскольку это различные вирусы, которые угрожают целостности принимающего тела. Вы, наверное, сталкивались с таким мышлением тоже. Мы выглядим умными, но на самом деле мы не понимаем, что только что в нас проникло, что произошло. Но если бы все существование было гомогенным, если бы все существовало одинаково, равноправно, мне кажется, это именно так. Сокер-тим. Сокер-тим. Попробуем, что это реально. Я не объектная полиция, я вам не могу сказать, что реально, а что нет. Давайте представим футбольную команду. Там 11 игроков, они существуют одинаково. То есть целая команда – это некое единство из 11 разных людей. Поэтому, если очень упрощенчески это объяснять, то целое меньше, чем сумма его частей. Когда я говорю это людям, они такие… Люди нажимают у себя в голове «удалить». Это очень интересно. Можно показать пальцем на правильного человека, при этом осознавая себя как части геофизической силы, которая называется человечеством. И это часть того, почему наличие такого единства – это хорошо. Если говорить про леса, например, или про луга, они созданы из различных элементов, которые не являются лесом или лугом. И составные части всегда больше, чем целое. Если говорить про западную логику, если вы убираете что-то из кучи других вещей, вы можете задавать себе вопрос «А это все еще куча? Это еще куча? Это еще масса?» И до какого-то момента ответ будет «Да». Поэтому вы, используясь той же самой логике, думаете «Окей, теперь мы это застроим парковкой», потому что вы используете другую логику, не логику равноценности всего существования. Если говорить про Аристотеля, например, «Старший брат закона не противоречия», нужно невозможно до конца доказать, если ваша истина противоречит друг другу. Целое не растворяет части этого целого. Можно различать вину. Я, например, работаю в университете Райс в Хьюстоне. Я очень часто вижу людей, которые 50 лет назад уже знали, что глобальное потепление наступает. Это, знаете, как люди из табачных производителей знали, что рак легких возникает из-за табака. Это их ответственность. И я чувствую часть этой ответственности. Хотя я, как один человек, не разрушал биосферу, но я чувствую свою причастность к этой ответственности. Мне очень нравится слово «ответственность», потому что оно масштабируется, то есть можно нести ответственность в одиночку или группой из 10 тысяч человек или больше. Ответственность требует понимания. Вам даже не нужно... Можете сказать, что медузы вызвали глобальное потепление, но вы все равно отнесете ответственность, потому что вы можете понять процесс глобального потепления, а медузы — нет. Поэтому такие люди, как я, которые сделали, чтобы люди, такие как вы, чувствовали себя глупо, постоянно, и чувствовали, что они виноваты, звучит как потеря времени, да, ходить на такие лекции. На самом деле, вы, как один человек, не можете ни разрушить биосферу, ни ее спасти, а миллион человек может. Это так удивительно, да? Вы, как отдельный человек, не виноваты. Вот это мой основной месседж — вы не виноваты. Другой, правда, мой посыл — вы — это новый астероид, который разрушит экосистему. Предполагаемые божественные качества отчужденных суперсил сводятся к эстетике, которая происходит из отчуждения. В этом случае можно представить себе хамелеонов, которые перенимают цвета любой поверхности, на которой мы находимся, примерно как тысячелетний сокол, вымышленный космический корабль. Судьба — это всегда воплощение, реификация, которая приносит вред существу, которое ее создает. Мы живем в магическом мире, где непредвиденные факторы встроены в каузальность. Что-то с вами происходит, например, вы находите, открываете что-то, или вы что-то получаете, может быть, вы выигрываете. Но телеологии здесь нет. Именно поэтому я и привожу пример тысячелетнего сокола, Миллениум Фалкон. Это самое интересное. В отличие от Пэкмана, это амальгама модифицированных частей и кусочков, которые создают что-то, что летает в гиперпространстве. Знаете, как в гостиной можно говорить приглушенным голосом, сексуальным тоном, и играть в шахматы. Просто вы там находитесь вместе с Вуки и дроидом. В этом смысле вы отдельно меньше, чем сумма всех частей. Ваша митохондрия содержит различные ДНК. И знаете, многие из людей могли бы сказать, что это то, где мы сейчас находимся, это падение, и вот было бы хорошо вернуться к тому, что произошло до падения человечества, до Эдемского сада. Мы отчуждены от окружающего нас мира не в идентифицированном формальном или теологическом ключе. Мы не отчуждены от прошлого, мы отчуждены от будущего, от возможностей того, что все может быть по-другому. Мы не отчуждены от первобытного Эдемского состояния. Скажу, что есть несколько конкурирующих теорий. Кто-то говорит, что мы отчуждены от некой сути бытия или от самой идеи. Или вот эта идея сама по себе является окончательной идеологией. И здесь можно вспомнить Луи Пьера Альтюсера и его противников. Не альтюссерианская теория отчуждения абсолютно справедлива, но по ложным причинам. И точно так же альтюссерианская теория через Лакана, через Гегеля, через антропоцентрического канта не верна на корню, но по правильным причинам. Повсюду идеология, и это симптом нашей абсолютно эффективной реальности. При этом отчужденная паранойя возникает именно из-за того, что идеология не соответствует с тем, какие вещи на самом деле. Но вещи на самом деле являются своим будущим, а не прошлым. А мы отчуждены от прошлого. Вот возникает вопрос, что не так автоматизацией? Что не так с искусственным интеллектом? Потому что вы, может, андроид, или я андроид. Никак же не понять. Но прошлое съедает будущее. Это точно. Знаете, как мультик с Микки Маусом «Фантазия» называется? Может быть, вы помните, он там, главный персонаж, строит прошлое, постоянно выстраивает прошлое. Таким образом, вы деструктивно исключаете будущее, отрицаете будущее. После того, как мы заявили об этом, нужно что-то с этим делать. И тактики могут включать какие-то ужасные стратегии с точки зрения романтизма. Но эта точка зрения все равно превосходит консюмеризм, так как даже если мы испытываем отращение, это означает, что мы демонстрируем хороший вкус. Если говорить о моем личном опыте, мне кажется, мне платят за то, чтобы я говорил какие-то неправильные штуки на публике. Что-то из этого рождается спонтанно. Спонтанно, случайно. Например, Фила Коллинза нельзя упоминать на открытии какой-то художной выставки, хотя он удивителен в том, что он делает. Или даже поп-певцов нельзя упомянуть тебе сразу, скажут, фу, как так можно? Но, может быть, на каких-то церемониях открытия можно про это говорить, но обычно нет. Я во Франции несколько лет назад познакомился с одним чуваком, он сказал, я слушаю только музыку нойз, потому что я потом ее не могу вспомнить, я ее не запоминаю. Я ему говорю, слушай, но если ты не можешь ее вспомнить, как ты понимаешь, что она тебе нравится? Это вообще имеет смысл, то, что ты сказал? Ладно, пропустим, то, что я сейчас сказал. инверсированный подход инверсированный подход так же не работает, поскольку трансценденция консюмеристского пространства приводит к тому, что идеология пронзает капиталистическую экономику. Если говорить про подход Энди Уорхола, я тот же объект, но в плохом смысле, это просто поза. Я уверен, что Энди не хотел, чтобы его продавали и покупали, что означает, что правильный подход это срединный путь, странная осцилляция между удовольствием и отвращением, также известная как Аннуи, появилась в XIX веке на французском языке Аннуи, скука. И, как кажется, именно это состояние феноменологическое и присуще ученым. Я сейчас вспоминаю морского льва, который, по словам биолога, показывает свою любовь, принося тебе морских пингвинов, а ты человек, и это действительно отвратительно. Но я наслаждался этим зрелищем, этим проявлением любви морского льва. Знаете, как у Бодлера. Я покрыт бактериями, микроорганизмами, я этим наслаждаюсь, но вообще-то это ужасно и так далее, и так далее. Открытость к нелюдям и готовность привечать нелюдей означает именно этот фьюжн, химическую формулу, которую Бодлер открыл для себя в 1860 году. Настоящий выход из консумеристской идеологии находится где-то глубже. Возможно, это выход через подвал. Иногда, я, знаете, когда на Новый год украшают город, мне кажется, что вот эти светодиодные лампы это как раз тот выход в какое-то другое какое-то будущее. Вы, наверное, смотрели «Черные пантеры»? Обязательно ознакомьтесь. Политика как симбиоз это вопрос эстетики, политика это вопрос отращения, наслаждения и анви. И это вопрос того, что существа, с которыми вы себя ассоциируете и не ассоциируются, проявляют вас. Вальтер Бенемин описывает фашизм как эстетизацию политику, превращение политики в произведение искусства. Разумеется, вся идея величия и сделать Америку снова великой это эстетическая идея. Просто расслабься, прими успокоительное, снотворное, век один, и все будет хорошо. Но это подразумевает что-то вроде согласия с фашизмом. Предположение, которое делает Вальтер Бенемин, состоит в том, что политическая сходность с аристотельской субстанцией или картезианской экстензией и продолжением фашизм обещает раскрасить нашу жизнь. Но вообще-то наша жизнь уже цветная. Цветы повсюду. Поэтому фашизм по сути про то, чтобы позолотить лилию, знаете, как говорят, или предполагать, что есть какой-то правильный путь наслаждаться тем, что мы находим вокруг себя. Думать то, что мы думаем, что политика это и есть эстетика, неважно, что там говорит Бенемин, позволяет нам увидеть недостатки фашистской политики в новом свете и превращает политическое в цветное разноцветное приключение. Вернуть экологию в экономику означает новое видение политическое, которое основано на симбиозе, видение, которое по сути своей эстетично. Спасибо вам большое. И я, разумеется, буду жутко рад услышать от вас вопросы. Сколько у нас еще времени на вопросы? Если у вас будут вопросы, поднимите, пожалуйста, коробку мудрюбой мякафа. Здравствуйте, Тим. Я буду по-английски говорить. Я хочу напрямую с вами общаться. Я хотел вспомнить известную статью Бруно Латуров, в которой он показывал, что идея покаяния сама по себе относительна. И мне кажется, что в предыдущих работах вы тоже обращались к спекулятивной философии и к Бруно Латуру, и к пространству постправды, которое сейчас взяли на вооружение ультраправые политические силы. Как вы относитесь к своей работе в этом свете, спекулятивной философии? О, вау, спасибо. Отличный вопрос. Правда, классный вопрос, очень красивый. И, может быть, сейчас я скажу ложь, потому что это неотъемлемая часть такой точки зрения. По сути, Тимоти Мортон это человек, который распознает фальшивые новости, лженовости. Звучит грубо, но так я и работаю. Лженовости хотят убедить вас, что ложь и правда это разные вещи. Как знаете, фальшивые новости в интернете звучат так убедительно, что люди переопощивают эти тексты, но на самом деле прав в правде всегда есть двусмысленность. Как знаете, вы приходите к окулисту и окулист всегда вас проверяет. Говорит, а вот это какая буква, ш или б? Я говорю, я не могу их различить, ш хорошо, б хорошо. Это как будто бы выбор между двумя равноценными вещами. Вот и все. Потому что очки конечны, и врачи конечны, и вы сами конечны. Оптиометрия конечна. То есть, если мы дойдем до вот этого уровня двусмысленности, что означает точный рецепт от врача? Что угодно. На самом деле двусмысленность иногда может быть сигналом точности. Это самое начало моих рассуждений. Проблема вот в чем. Даже для Эммануила Канта истина зависела от истинности. Стивен Колберт изобрел, комик изобрел красный термин истинность, правдивость, «чуртфулнес». И красота, разумеется, является мерилом истины. Например, в пиар сейчас, в пиар-программах для продуктов питания есть совершенно ужасное слово «mouth fell». Как это чувствуется во рту, знаете, типа, чипсы тают во рту, и это выражение вызывает у меня ужасное ощущение во рту. Должно быть ощущение истинности для того, чтобы истина стала истиной. Вы в любой момент можете быть Эммануилом Кантом. Это означает, что вы находитесь в этот момент в пространстве истинности. Я сейчас приведу очень странный пример. Например, я был недавно на площадке палеолита в Британии. Есть такой храм палеолитической эпохи, и моя дочка сказала, «Слушай, это либо что-то очень глубокое, либо это просто наваленные камни». Но различить первое от второго невозможно. И между правдой и неправда есть патриархальное пересечение. Вы смотрели когда-нибудь шоу «Спайнал Тэпп», там была шутка про «Стоунхендж». «Стоунхендж» тоже уже не про истину или не истину, а про то, что мы сделаем самые точные часы в мире. И действительно, эти часы показывали верное время чуть ли не два раза в год. Ну вот, теперь мы будем рулить всем миром, потому что у нас есть самые точные часы. где-то между «Стоунхенджем» и «Эшбери» начался патриархат. Именно поэтому фальшивые новости, лженовости так зачаровывают, потому что мы знаем, что истина и ложь пересекаются, и вот это пересечение и порождает лженовости, которые нас постоянно задевают, триггерят. Но лженовости также и расстраивают. Мне кажется, противоядием лженовостей была бы была бы другая точка зрения. Нужен просто лучше пиар. То, что один плюс один — это два, это тоже пиар. Математики решили, «О, это так красиво, когда я смотрю на это уравнение, один плюс один равно два». Именно поэтому оно истинно для математика, потому что оно красиво, оно прекрасно, у него есть ощущение правдивости, и поэтому Кант прав в своем точке, в своем, со своей колокольни. Именно отсюда родилась трансценденция и все остальное. Я говорю очень много про эстетическое измерение, которое очень важно, даже если вы не согласны с чем-то. В Америке, например, левые сейчас такие пуритане, и говорят, «Да как вы смеете?» А правые говорят, «Нет, мы будем наслаждаться капитализмом, вкусная еда, хорошие машины и так далее». Нельзя ли ультралевым наслаждаться капитализмом? Вроде как это неприемлемо. Может быть, это как раз нас избавит от расизма и мисогинии. Сама та идея, что мы принадлежим к какому-то клубу, уже очень устарела. Например, Винстон Чёрчилл и Рузвельт тусили в одном клубе и обсуждали, как работает демократия. Может быть, мы можем придумать свой клуб, которым не будет ни мезогиминии, ни расизма. Можем ли мы придумать такую левую версию дружеского круга? На самом деле, вы знаете, буританская этика про то, что удовольствие всегда в будущем, а сейчас нельзя получать удовольствие. Но вот я отрицаю себе все эти удовольствия. Вроде как это звучит намного более оправданно, но я не думаю, что это верно. Я вам помог своим ответом? Возможно, нет. Привет. Кто первый задает вопрос? Итак, дамы вперед? Хорошо. В первую очередь, хочу извиниться, потому что мой вопрос будет долгим. мне придется начать издалека. Когда-то я открыла книгу, которая называется «Гиперобъекты». Я готовила презентацию по этой книге, четыре дня потратила целиком на чтение, на обсуждение этой книги. И орала просто в голос. И в конце концов что-то произошло, что меня, ну, шокировало, что по мне ударило, и поэтому сейчас я здесь, потому что я пытаюсь найти связь между вашими книгами по мере того, как я вас слушаю. Поэтому я очень рада, что мне удалось сюда прийти. Последнее, что я хотела сказать. Меня поражает тот метод, который вы используете, вот этот чувственный метод. Давайте так его назовем. По сути, это переизобретение досократической философии. Когда я вернулась в Москву после образовательной программы, решила написать статью про антропоцентричность марксизма и про то, как марксизм игнорирует нечеловеческие виды. И я писала это на курсе аналитической философии. За рубежом мне поставили пятерку за этот текст, а когда я вернулась в Россию, мой тьютер мне сказал очень важную вещь про Маркса, про которую я хочу сейчас задать вопрос здесь и сейчас. Покажите, пожалуйста, связь между экономическими и философскими текстами 1944 год, которые, на самом деле, выставляют Маркса в очень выгодном ключе. Да, у марксизма есть большие проблемы. Марксизм становится все более антропоцентричным, но я просто хотела отметить, что Маркс на самом деле сам разделял и писал о других взглядах тоже. Еще хотела попросить и хотела поблагодарить вас за новые записи в вашем блоге. Спасибо вам большое. Я очень тронут вашими словами. Большое вам спасибо. Потому что то, что произошло с вами, произошло и со мной, вот по поводу этих гиперобъектов. Да, это было очень интенсивно. Я очень быстро написал эту книгу. Я читал лекции на эту тему, и потом за 15 дней просто из лекций собрал книгу, сидя в студенческом кафе в моем университете. Именно поэтому у книги есть такое ощущение. Интенсивность. Смотрите, в чем дело. Если мы говорим о биологических видах, и на английском языке есть очень противоречивая информация, хорошая и плохая, на самом деле хороших кусочков, и у Маркса тоже очень много, в английском переводе это видно. Ваше тело, биосфера — это продолжение вашего тела, вот что пишет Маркс. Это означает, что это продолжение тела бабочки, то есть вы продолжение тела бабочки, и ты думаешь, вау. Обычная капиталистическая экономика называет такие штуки, как бабочки, экстеринал, с чем-то внешним. О них даже думать не стоит. А Маркс хотя бы чуть-чуть про них думает. А на следующей странице есть так себе хорошая штука, которая звучит так. Феномены реализуются, когда вступают в экономические отношения между людьми, то есть когда вы выращиваете картошку и продаете ее, картошка реализуется, как картошка, именно в процессе транзакции. Половина этого текста удивительная, а вторая половина гегельянская. И мне на самом деле кажется, что можно просто убрать все вот эти гегельянские страницы. Они вообще не нужны. Это прозвучит как провокация, может быть, для кого-то, но вообще эти гегельянские страницы не нужны. Ну, может быть, чуть-чуть оставить, но не так много, как сейчас. И если вы не против быть похожей на йоду и говорить о силе, постоянно, потому что мы очень быстро оказываемся в этом пространстве, когда ты начинаешь говорить что-то странное про кузиальность, про эстетику, для современных наук это довольно странно звучит. И начинаешь сразу звучать как мистик, очень странно, но на самом деле это просто более этичное отношение к себе и к другим существам. Поэтому, кому какая разница, ваша биосфера это продолжение вашего тела. Это же удивительно, удивительное высказывание. И есть какая-то хорошая причина, почему вы не являетесь продолжением тела кита, например. То, что вы сказали про блог, мне бы стоило, конечно, больше писать в блоге, я перестал туда писать. Но какое-то время я не писал почти ничего. И я раньше очень многим делился в блоге, а сейчас... Потом была пауза, и сейчас я опять вернулся к блогу. Я очень люблю делиться с людьми. Сейчас я пишу книгу сиквел гиперобъектом, гиперсубъекты. Я очень люблю слово субъекты с гигельянском, марксистским чуваком с авторствием. И это очень здорово, что мы можем вместе создавать что-то новое, поддерживать друг друга. То есть это, знаете, как нарциссиское «откуси себе руку», «отгрызи себе руку». Это очень неприятное отношение, а мы стараемся просто ладить друг с другом. Так вот, я пишу сейчас про гиперсубъекты. Гипер... Под заголовок «Как стать человеком». Мы как Вирджиния Вульф решили составить этот текст, проинтервьюировали друг друга, и там все от первого лица, «я то», «я сё», но непонятно, где кто, где переключается «рассказчик». То есть в одном, например, абзаце написано «я люблю Икс», а через абзац написано «я не люблю Икс». И мы придумали правило, через пять лет другие люди должны будут полностью переписать этот текст. Два человека соберутся и перепишут гиперсубъекты. То есть это будет компьютерная игра в виде текста, в виде книги. Пересоздание гиперсубъектов постоянно. Знаете, обычно все сводится к тому, что белые мужчины понимают, что они такие же, как все остальные на этой планете, и вдруг до белых людей доходят проблемы, для белых мужчин проблемы, о которых все остальные вроде как уже давно знают. У меня вопрос про взаимоотношения между либерализмом и экологией. Потому что у нас существует дискурс про то, что действия людей сейчас неэффективны, и мы должны осознавать свою вину, и в одиночку мы не справимся, не противоречат ли это основному либеральному дискурсу. Ваши книги демонстрируют, что с экологией сделать ничего нельзя, если ты будешь начинать с себя. Да, вау, спасибо. Забавно. Очень многие критики либерализма, это на самом деле очень сложный термин, и я буду просто предполагать, что я понимаю, что вы имеете в виду, хотя на самом деле это не так. Адам и Кертис, например, документальные фильмы, знаете, он пишет про, делает документальные фильмы про те, кто любит медитацию, про то, что люди делают не так, потому что они смотрят на Запад, и в частности, ему интересна проблема нарциссизма, на которой он все списывает. Мне кажется, что проблема не в нарциссизме, а в нарциссическом расстройстве. Существует какой-то прогал, и вы понимаете, что у других людей намного больше, например, покрытия в медиа, и вы начинаете им завидовать. Я думаю, что первое, что нужно сделать, это быть милым с собой. Помните, Рэмбо говорил, я существую только с другим. Преподавание, например, это тоже про щедрость, то есть у вас в руках мячик, и вы передаете этот мячик из руки в руки. 15 лет спустя, вы уже готовы умереть от других людей, но вы начали с того, чтобы просто перекладывать мяч из руки в руку. Индивидуум это не оно, не потому что я машина, созданная из компонентов, а потому что я сам себе не соответствую в любой момент времени. Если говорить про либерализм, неорибрализм, он не означает, что индивидуализма достаточно, потому что если бы индивидуализма было бы достаточно, то и удовольствия тоже было бы достаточно. Например, у меня сейчас нерв защемило, правая рука прям немеет. Я все время как бы извиняюсь перед своей правой рукой, прости, что приходится держать микрофон, потом будет, ну и потом пойдем на массаж. Почему бы так к себе не относиться? Удовольствие всегда ориентировано на другого. Если говорить про удовольствие, наслаждение, 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 обычно это про какое-то саморазрушение, нет, это неправильно. А удовольствие про конструирование самого себя, это не так. Скорее, это про пространство между полным несуществованием и постоянным повторением одного и того же. полное несуществование, что если бы все вот эти химические соединения приняли бы другую форму, нас бы просто не стало. Поэтому мы постоянно выживаем. Знаете, как недавно была история, когда застрелили темнокожего человека, который по ошибке не зашел, зашел не в ту квартиру, и девушка, полицейская, которая его застрелила, сказала, ну, мне было страшно, я хотела выжить. Жизнь и выживание это две разные вещи, и нам необходимо с этим разобраться, потому что мы, как человечество, так концентрируемся на идее выживания за счет других существ, что сейчас это стало фатально для нас самих. Если вы делаете все время одно и то же, то вы либо оказываетесь в стрессе, либо умираете от инфаркта. К сожалению, смерти избежать невозможно. То есть, жизнь — это короткое состояние между двумя видами смерти, и поэтому я говорю про удовольствие, удовольствие, которое человек может себе позволить, позволить себе и другим существам. Поэтому удовольствие, искусство удовольствия всегда коллективно. даже если это один человек, который жарит себе яичницу с утра, потому что это же коллективный опыт, есть человек со своим ртом, есть сковородка, есть яйцо. Все этапы эволюции. Проблема не у либерализма, не в индивидуализме, а в недостаточности индивидуализма. Знаете, есть еще одна точка зрения. Оскар Уоллс говорил, что мы недостаточно эгоисты. И действительно, если бы вы были достаточно эгоистами, вы бы скульптурировали жизнь так, как хотите, потому что вас бы ничего не удерживало, вы бы стремились к максимальной эстетике, и этот индивидуализм был бы намного лучше, чем сегодняшний. Вот так я вам отвечу. Не уверен, что я ответил на ваш вопрос, но вот так я хотел бы ответить. Можно, да? Должны же вы получить хотя бы один вопрос по-русски. Вы закончили свою замечательную лекцию цитаты из Вальтера Беньямина о фашизм – это эстетизация политики. Это последнее предложение в книге Беньямина, но цитата была неполной, потому что там есть такие слова «Коммунизм отвечает на это политизация искусства». Вот мы сейчас находимся находимся в городе и стране, который служил местом реализации одной половины этой идеи. Я говорю не об эстетике, как таковой, я говорю о том, что в результате философских идей появились сообщества и прошли такие процессы, результаты были ужасны. В общем-то, это были сотни миллионов погибших людей. И получается, что философская идея может быть причиной вот такого ужасного события, когда люди гибнут. То есть, понимаете, вот этим мы, люди, очень сильно отличаемся от животных. Животные могут, не знаю, гипнотизировать друг друга от любви или поедать друг друга, когда они голодны, но ради идеи они не будут уничтожать популяцию самих себя или других видов. Вот. То есть, с этой точки зрения, вот после того, как я вас слушал, вы говорили о том, что человек вообще является, может являться причиной ужасной экологической катастрофы, но, может быть, один человек нет, а миллион, да, а тем более сотни миллионов, конечно же, да. Просто если развивать эту мысль, то не является ли сама философия такой бактерией в теле человечества, которая поможет всему миру избежать экологической катастрофы. Вау. 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 Окей. Гош, спасибо. Вау. Боже, вау. Спасибо. Я хочу говорить об этом с точки зрения человека, который страдает от депрессии. Я страдаю от очень сильной депрессии. У меня есть терапевт и псих. Психиатр. 23 года я уже нахожусь в терапии. Часть моей работы состоит в том, чтобы говорить об этом открыто. Потому что, знаете, как на Олимпиаде говорят, допинг — это плохо, но вообще-то различные лекарства по-разному воспринимаются. и, опять же, как мы можем относиться, например, к марихуане или к другим веществам, которые лечат, например, депрессию. У меня был ужасный кошмар ночью. Я целый год жил без медикаментов, потому что у меня был очень плохой врач, и я все ниже и ниже спускался в эту яму депрессии. Я, на самом деле, уничтожил несколько версий своей книги на тот момент. Обычно у меня просто вербальная диарея происходит, и мне вообще плевать. А тут я уничтожал один черновик за другим. У меня была суицидальная идеация, так это называют медицинские, каждые пять минут. То есть я не мог думать больше, чем на пять минут в будущее и на пять минут в прошлое. И в каком-то смысле это может быть похоже на животное состояние. Для меня это может быть более линейное, что-то. Почему мой код, например, так пугается? Потому что он не может проецировать так далеко в будущее, как я. То есть он не может сказать, что вот это закончится через десять минут, в отличие от меня. Мне было... Я тогда думал очень уверенно, ну я умный человек, я могу разделить мозг и ум. Нет, это невозможно. Гормоны повсюду, они проницают все, и они очень эффективны. И я начал восстанавливаться после депрессии, у меня был ужасный сон ночью. И в этом кошмаре я был в Венеции на банкете. Там все было очень красивенько. И я был тоже очень красивый, я был чуть повыше, с темными волосами. И рядом со мной сидел человек, который говорит, ой, я так люблю то, что ты делаешь. Просто, черт побери, великолепно. И через 10 минут спустя этот человек мне говорит, у меня только есть маленький вопросик, бла-бла-бла. И потом этот сон развивается, тот же самый банкет, тот же самый человек, говорит, вот эти последние абзацы твоей книги, они так себе, тебе нужно их поменять, бла-бла-бла. Потом, слушай, ну вот это на самом деле глава ужасная, да вообще вся книга ужасная. И в конце концов он дошел до пункта, тебе нужно броситься в канал прямо сейчас, потому что ты вообще не в адеквате. К счастью, это был сон, в котором я мог контролировать свои реакции. Я сказал, нет, нет, я не могу это с собой сделать. И я проснулся и сказал, господи, я только что во сне встретил свое депрессивное я. И это депрессивное я было более харизматично, чем я, лучше, чем я, выше, чем я. И я начал думать о том, что интеллект это как бактерия, буквально, вот как вы сказали. Потому что интеллект это как белые кровяные тельца, которые ищут аномалии в вашем теле. И если ваш организм развивается как-то не так, то эти белые тельца будут действовать против вас, и вы окажете в состоянии анафилактического шока и умрете. И депрессия точно так же работаете. Ваше депрессивное я — это существо, которое ищет аномалии. И что может быть более аномальным в этом существе, которое миллиарды лет развивалось и эволюционировало, и в котором еще есть кусочки от рыбы и кусочки от всего остального, вот эти кусочки мозга от разных животных. И интеллект, который в результате появился из вот этого постсущества, вдруг стал паразитом. И логическое следствие тому — это суицид. Суицид — это депрессивный аналог анафилактического шока. И внутри интеллекта всегда есть возможность экстремально деструктивной агрессии. И одна из самых деструктивных вещей, которые вы можете сделать, это слишком ярко разделять все на А и Б, на черное-белое. Поэтому причина, почему философия это может быть хорошо, потому что философия видит эти экстремумы. И в любой момент философия может провалиться в жестокость самодеструктивную, автодеструктивную или деструктивную по отношению к другим людям. И может быть, поэтому моя работа не в том, чтобы быть правым, а в том, чтобы создавать гомеопатические таблетки для интеллекта, чтобы успокаивать аллергическую реакцию интеллекта по отношению к организму, который он населяет. Знаете, это как патриархальная идея, что я сам себя произвел. Нет, я выскочил из вагины, не знаю, сколько раз это нужно повторить, чтобы все это поняли. Ладно, я один раз тогда скажу и здесь остановлюсь. Итак, моя работа должна состоять в создании антигистаминного препарата, так, чтобы вы, как человек, не пытались себя уничтожить, потому что, когда вы пытаетесь себя очистить, это приходит к тем проблемам, которые у нас у каждого есть, когда вы пытаетесь себя высвободить. И это и есть трагедия, когда царь Эдип, например, говорит, ой, ой, нет, это ужасная судьба, убийство отца, жениться на матери. Когда один человек это делает, это мы называем трагедией, и про трагедию жизни очень много написано, в том числе о философии. Когда 10 человек это делают, вы называете это летающий цирк Монти Пайтона, да? То есть, трагедия, по сути, это просто часть комедии. То, что я работаю с экологией, мне кажется, это не обязывает меня говорить в трагическом ключе, а наоборот, я пытаюсь найти комическое в этом. Комическое — это хороший, здоровый ареал обитания. Все вот эти эмоции, страх, паника, любовь, надежда, все-все там есть, но эмоции удаляют друг друга, уничтожают друг друга, и таким образом они сосуществуют. Но если какая-то из эмоций начинает доминировать, то она становится деструктивной, и за этим интересно очень наблюдать. То есть вместо того, чтобы сказать, есть хорошая философия, есть плохая философия в каком-то смысле, это вот речь моего депрессивного «я». Вместо этого я могу сказать депрессивное «я», прости, пожалуйста, я тебя лучше обниму, потому что ты — это и есть «я». Дорогие друзья, к сожалению, у нас немножечко уже поджимает время. Я сейчас передам микрофон на последний вопрос, оставшийся вы можете задать лично. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за отличную лекцию. И я задам завершающие вопросы. И по иронии, она будет про Канта. Хочу задать вопрос про Канта. И начну с того понимания, что природа сама по себе... Мы, наверное, помним про то, что науки о жизни — это белые, это науки белых мужчин, и наши знания о мире искажены. И когда вы говорите об объективации антологии, мне кажется, нам нужно вернуться к вопросу Канта, что такое человеческое существо, потому что понятно, что нам нужно включать не людей в этот дискурс, тоже не личности. Как вам кажется, какой можно сформулировать вопрос для дальнейшей дискуссии в объективной антологии, другой антологии, антологии другого? Так, я попрошу вас повторить вопрос не из-за вас, а просто я не до конца понял ваш вопрос. Можем ли мы заново задать вопрос Канта, что такое человеческое существо? Наверное, этот вопрос уже не актуален. Есть какой-то другой вопрос, который важно задавать все эти новые антологии. Так, часть меня хочет сделать дешевый трюк и сказать, давайте на чистоту мы, кто бы мы ни были, мы это сделали. Мы, в смысле, не киты синие, а мы, и все на нас, ставка на нас, раз мы выжили. Каждый раз, последний раз, когда люди говорили человечество, они подразумевали белого или, может быть, прозрачного мужчину. То, что я пишу книги, я пытаюсь просто рассказывать людям, что я правда думаю, а не умничать. Вообще говоря, тут есть большая разница. люди такие, как я, очень часто структурируют то, что мы делаем, пытаясь дотянуться до широкой аудитории. Я вообще ненавижу это выражение для широкой аудитории. Мне кажется, это какое-то средневековое мышление и очень звучит снисходительно. Когда я говорю с большим количеством людей, для меня очевидно, что это более высокий уровень, чем когда архиепископ вам там ставит печать, что вы правы. Я написал книгу, которая называется «Humankind. Человечество. Солидарность с нечеловеческими людьми». И для меня это определение того, куда я иду. Для меня человечность и означает солидарность с нечеловеческим. То, кто мы такие, основывается на непростых взаимоотношениях между нами и другими существами. и мы, человеческие существа, то, что мы называем себя человеческим существом, это не означает, что внутри нас есть какой-то прозрачный мужчина или белый мужчина. Это означает, что есть много разных феноменов, которые на нас обрушились и которые нас преследуют. Я полагаю, что очень многие западные философы, например, когда мы говорим, что люди — это пэкмены, это как инструменты негации, отрицания, знаете, как в желтой подводной лодке у битлов человек-пылесос, он просто все засасывает и все. Мы скорее как хамелеоны, которые могут перенимать цвета трехмерных поверхностей, на которых мы оказались. На нас могут влиять окружающие феномены, мы можем реагировать эмоционально на то, что нас окружает, и в этом смысле что-то делать. Это не противоположность страданию или пассивности, нет. Есть разница между жертвой и насильником, и преступником, и я думаю, что вопрос про слушание. Я, например, играл в нескольких музыкальных группах, и это означает, что слушаешь своих коллег, ты слушаешь себя, ты слушаешь то, что чувствует аудитория, то есть очень много пунктов, которым нужно уделять внимание. Если вы все это разделяете на субатомические частицы, это как такие точечки, для меня у всего есть вкус, нет ничего прозрачного, нет ничего полностью прозрачного. прозрачного. Знаете, как сейчас есть теория, что есть красная, синяя, желтая, зеленая энергия. Нет никакой прозрачной энергии, как вот в квантовой теории. И для меня все, что вокруг нас, созданы из маленьких точек предварительного отбора. Что касается меня лично, я хочу говорить о всех нас человеческих существах воедино, в том числе, потому что человечество сейчас похоже говорит максимально грубо, как только может. И когда, кстати, меня попросили недавно написать книгу, я спрашиваю, о чем написать, мне говорят, о том, что мы все одинаковые. И это пункт, который полностью отрицает культурные различия. Как знаете, европейцы использовали противоположную предпосылку, завоевывая африканский континент, как можно сказать, то же самое, не говорят что-то ужасное. Что это означает? Это означает, что у нас есть способность настраиваться, сонастраиваться с другими существами, включая других нам подобных. И для меня это достаточно хорошее определение того, что я называю человечеством. Иными словами, попытаться понять, кто вы такой или такая, сонастроиться с тем, кто вы такой. Это по Хайдеггеру, да? Кто я такой? Что такое человек? Что человеческого в человеке? Сдавать себе эти вопросы, это и есть человеческое. И это может касаться и бабочки, и бутылки воды Пелегрина. Может быть, бутылка Пелегрина написала книгу Пелегрино-кайт, пелегрино-чество аналогия с человечеством. Я не хочу сказать, что мы фундаментально отличаемся от других форм жизни. Мы просто должны позволить себе любить другие виды и позволять им любить нас. И это было бы очень-очень добрым знаком. Продолжение следует...